Достаточно с вами поговорили для того, чтобы сформулировать то, что называется основная теорема теории Луа. У нее очень длинная формулировка, но она очень достаточно понятна. Сразу скажу, я на самом деле немножко экономлю вам усилия тем, что я не произношу слово «сепаральный». Если вы возьмете стандартное изложение теории Луа для студентов, то ее всегда там рассказывают одновременно для поля рациональных чисел, то есть для поля характеристики 0 и для поля характеристики В. И из-за этого всегда возникает большая проблема, потому что, когда вы берете поле характеристики В, то там есть иногда совершенно удивительный эффект. Давайте этот эффект я объясню вам. Представьте себе, что у вас есть группа вычетов по модулю В. Есть такая штука? Поле из П-элементов, простое поле. Вы берете и добавляете к нему просто пункт переменной. И факторизуете это по такому замечательному углу. Представьте себе, что Т в этой степени это у меня Х. И вот это поле содержит поле всех рациональных функций от Х. Итак, повторяю. Т и Х это две. З с значком П это множество остатков отделения на простое число П. Это естественная карация сложения и умножения. Вот. Т в степени П это Х. То есть я извлекаю корень П в этой степени из Х. Господа, смотрите, какая потрясающая штука. Многочленный Т в П этой степени минус Х, он неразложим. Но при этом эффект, когда вы рассматриваете альфметику вычетов по модуле П. Если у вас там есть любой неприводимый многочлен, и вы в нем берете и вместо переменной везде пишете П в эту степень, как это переменная, то многочлен остается неприводимым, но при этом каждый корень уже входит в П расставляться. Кстати, давайте я объясню, почему. Представьте себе, что у вас есть два разных решения этого правдива. Т1 в степени П равно Х, и какой-то там Т2 в степени П равно Х. Ребята, тогда все просто. Тогда Т1 в степени П минус Т2 в степени П это на самом деле разность этих самых Т-шек, потому что все, когда вы говорите по эту степень, там будет что-то состояние, сколько единиц, что-то состояние, сколько подло, это все делится на П, то есть они все нули. Вот, ну, извините, если эта разность равна нулю, потому что Т-сминус Т, и если эта разность равна нулю, то получается, что П это и степень равна нулю. Ну, значит, Т1 равно Т2. То есть, когда рассматриваете, когда рассматриваете поля характеристики П, где П это простое число, да, то сложность теории возрастает, потому что там в каждый момент нужно будет добавлять слово. Сепарабельное расширение. То есть расширение, в котором вот такой вот эффект отсутствует. Вот. Это я просто предупредил тех, кто будет читать какие-то книги и уделиться, почему в книгах сложнее, чем я раскатываю. Потому что я сейчас раскатываю только для поля характеристики ноль, где вот этого эффекта просто напросто нет.